В зале КРК «Пирамиды» наградили и выбрали лучших студентов Республики Татарстан. О том, как проходило награждение конкурса «Студент года» в нашем сюжете. Вечерние платья, костюмы, конверты с именами победителей, нет, речь не про вручение Оскара. Так в Казани в День студента награждали победителей и лауреатов ежегодной премии «Студент года». Всего на конкурс было подано более 350 заявок, из которых в очный этап прошло половина. Лучших из лучших выявляли в следующих номинациях «Староста года», «Интеллект года», «Общественник года», «Творческая личность года», «Доброволец года», «Иностранный студент года», «Спортсмен года», «Медийщик года», «Гран-при», «Студенческая организация года», «Студенческий совет общежития года», «Студенческий творческий коллектив года», «Студенческий творческий клуб года», «Студенческая медиа года», «Студенческий проект года», «Орган студенческого самоуправления года», «Студенческое научное общество года» и «Студенческий спортивный клуб года». Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, именно активное студенчество всегда играло значимую роль в развитии республики. Студенчество – это активные люди. Мы тоже были студентами, были большие планы, было очень интересно. И, конечно же, мы вам завидуем, потому что у вас все впереди, и будущее нашей страны, будущее нашей республики, наших городов – это вот вы. А вот ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров больше говорил о будущем. А именно вы, кто сидит сегодня в зале, кто завтра выйдет из стен наших университетов, поведут в нашу страну хорошее надеясь в будущее. Примечательно, что именно Ильшат Гафуров вручил диплом номинации «Общественник года», ведь в Казанском университете работа с общественными организациями находится на очень высоком уровне. Победительницей стала Алия Минулина, студентка Института международных отношений Казанского федерального университета. Я состою в нескольких организациях, являюсь руководителем Первой лиги Республики Татарстан, руководителем проектов «Салятия», работаю и дарю себя в Казанском кооперативном институте. Также, помимо этого, я победитель кадрового резерва, активист Казанского федерального университета, бывший экс-председатель Института международных отношений, и можно перечислять огромное количество. Наверное, это все, сочетание общей работы, работа с командой, дает звание общественника года. В номинации «Спортсмен года» лучшим стал Денис Давыдов, человек, чья судьба тесно связана с нашим каналом. Долгое время Денис был корреспондентом программы «Неделя спорта» и брал интервью у известных спортсменов, а сейчас сам оказался в роли интервьюируемого. 2020 год, наверное, как раз-таки был самым ярким, потому что нашей команде, в которой я играю, удалось выиграть и республиканский турнир, и всероссийский турнир по футболу в чемпионате АССКА, поэтому это было очень приятно. Здесь, наверное, роль большую сыграла наша команда, потому что я как командный урок не могу выиграть один, я выиграл вместе с командой, и очень благодарен ей. Казанский федеральный университет, конечно, также дает очень большие возможности для того, чтобы путешествовать, проявлять свои самые лучшие качества, и я очень счастлив, что в этом году мне это сделать удалось. Также Казанский федеральный университет отметился лучшим студенческим проектом года. Им была признана цифровая система общежития. Если общее сказать, то это будет минимализация бумажного носителя, то есть все будет делаться электронно, и студенты будут, как и подбирать, ну то есть для студента будет удобно, например, когда он только поступил в университет, для него будут подбираться соседи, то есть по интересам. Помимо прочего, в Казанском федеральном обучается лучший иностранный студент года Женебек Жафаров и медище года Тельят Тухватулина. Я в первом курсе создал и был основателем ассоциации иностранных студентов Института международных отношений, и по сегодняшний день являюсь ими руководителем. И мы уже на следующий, ну, прошло, ну, через год, как мы создали нашу организацию, мы вышли уже на уровень университета и на уровень Республики Татарстан. Лучшим же стал студент Казанского инновационного университета имени Тимирясова Дамир Нургалеев. Именно он получил почетную награду из рук президента Республики. Вы из лучших номинация Гран-при! Вот он, победитель! Друзья, хочется сказать, что финалисты, финалисты... Напомним, что в этом году премия проводилась в 16-й раз, а участие приняли 25 вузов Республики. Александр Фирсов, Фарид Захитаглы, Универньюз.